В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! 24 июня во Владивостоке в рамках Азиатско-Тихоокеанского суперкубка по триатлону пройдут соревнования по акватлону на открытой воде. Акватлон «Владивосток-2023». Эти соревнования станут вторым этапом. Всего в рамках Азиатско-Тихоокеанского суперкубка предусмотрено 4 этапа. Об этом старте мы поговорим сегодня с нашим гостем Денисом Иванюк, техническим директором Федерации триатлона и полиатлона Приморского края. Денис, здравствуйте! Здравствуйте, Илья! Ну, собственно, большинство наших зрителей уже знает, что такое триатлон. Вы приходили к нам в гости с Евгением, по-моему, это было. Акватлон – это что-то новое. Что это? Ну, аква, понятно, вода, да? Акватлон – это одна из дисциплин триатлона, которая исключает велосипед. То есть в этой дисциплине нет велосипеда. Участнику необходимо пробежать какое-то количество километров, потом сразу же без перерыва проплыть и еще раз пробежать. То есть это три вида, точнее два вида состязания, заключенных в один вид. То есть велосипед исключаем, оставляем только бег и вода. Это получается акватлон. А на воде где это будет происходить? Как вот на воде этот бассейн? Это открытая вода. Нет, это открытая вода. Мероприятия будут проходить у нас на набережной ДВФУ. Вообще все мероприятия проходят на кампусе ДВФУ. Значит, вода непосредственно будет проходить на набережной ДВФУ. А беговые дисциплины будут проходить в парке самого ДВФУ и с финишем на центральном стадионе. 24 июня. Не холодно купаться? Ну, вообще, как бы там у нас есть, конечно же, градация по температуре воды. Но все прогнозы показывают, что в этом время уже будет вода комфортная для того, чтобы преодолевать небольшие дистанции, короткие. Потому что акватлон, он про короткие дистанции. Федерация триатлона и полиатлона Приморья проводит серию стартов спортивных. А соревнования по акватлону именно, вот я раньше не слышала, чтобы у нас проводились. Они впервые проходят? Нет, они проходят не впервые. В том году мы уже проводили такое мероприятие. Мы проводили его на набережной МГУ, там, где у нас тропа здоровья, стадион МГУ. И вот в том году мы проводили это мероприятие вот в эти же даты 24 июня. И хочется спросить, как участники оценивают и откликаются на подобные мероприятия? Ну, вообще, как бы это мероприятие, оно, так скажем, расширяет, да, расширяет количество участников. Потому что нету велосипеда технического до такого вида спорта. И в этот вид спорта очень любят приходить пловцы. Потому что они умеют плавать, ну, соответственно, бегать они тоже умеют. И здесь им необходимо только проплыть, пробежать. И таким образом они приняли уже участие. И, конечно же, у них есть некое преимущество, да, перед теми спортсменами, которые хуже пловут. Да, потому что пловец, он занимался этим видом спорта. Он там может какие-то секундочки выиграть, да, в воде и потом их реализовать уже в беге. И тем самым образом, возможно, занять даже призовое место, как это в том году было у взрослых, выиграл пловец. Павел Комаров, да, он, как бы вообще чистый пловец, можно сказать, не бегун. И вот он, выиграв большое количество метров или секунд, да, в воде, он реализовал набеги. То есть даже забег не смогли догнать сильные бегуны. А какую цель преследует сама Федерация? Сама Федерация в общем масштабе нашей деятельности, она преследует развитие этого вида спорта, триатлона, непосредственно среди любителей и детей. То есть у нас Федерация на сегодняшний день занимается 50 человек. С 1 ноября прошлого года мы открыли секцию по триатлону. Поэтому секция совершенно бесплатная Федерация предоставляет все необходимое оборудование для занятия этим видом спорта. И эта вот секция, да, это дети. А вот это как раз таки азиатский тихоокеанский суперкубок по триатлону, он больше направлен на развитие триатлона среди любителей, среди простых, так скажем, людей, кто занимается спортом, так скажем, для здоровья, для какого-то там тусовки для какой-то. И значит там философия такая, то есть в этот азиатский тихоокеанский суперкубок мы включаем клубы. Люди собрались в какой-то клуб, заявились в этот азиатский тихоокеанский кубок, проходят четыре этапа. И в конце сезона мы, подводя итоги по количеству очков в каждом клубе, мы их награждаем денежным призом в один миллион рублей, который будет поделен, там, первое место 500 тысяч, второе место 300, третье 200 на развитие клуба. Тем самым мы подразумеваем то, что эти клубы будут подтягивать к себе других новеньких, там, да, скажем, новые лица. И тем самым наше сообщество триатлона, оно будет расти. Это вот что касается теперь любителей. То есть, ну и как бы в двух направлениях сразу здесь работаем. Федерация – это дети, азиатский кубок – это у нас взрослые и любители. А вот заговорили про секции, про федерацию. Сколько детей сейчас занимают? На сегодняшний день 50. Работает 4 тренера, 50 человек детей. До 1 сентября мы остаемся в этом составе. И с 1 сентября у нас еще происходит добор. По Владивостоку план 100 человек. Вообще планы у нас секции открыть еще и в других городах Приморского края. На сегодняшний день у нас намечены такие города, как Арсенев, Спаск-Дальний, Находка и Дальний Реченск. Вот. Возможно, еще будет село Дмитриевка, там тоже как бы есть дети. Вот. Поэтому сейчас мы пока как бы в рамках Владивостока это все дело продвигаем. И с 1 сентября мы уже начнем двигаться в сторону Приморского края. Потому что там тоже есть дети, есть бассейны, есть как бы возможность у детей заниматься. И будем расширять. А дети как откликаются вот на подобного рода тренировки? Ну, вообще, на самом деле, вот на сегодняшний день 50 человек, это кто занимается. И плюс еще уже около 50 человек, наверное, стоит в стоп-листе. В очереди. Да, в очереди. И при условии того, что мы никакой рекламы вообще не делали, мы нигде там не открывали там набор. Это вот, так сказать, сарафанное радио. Когда начали мы со школы номер 5, которая находится на Русском острове, да, в поселке Канал, мы взяли оттуда детей. То есть пришли, да, там, к директору рассказали. Рассказали, хотели организовать. Рассказали, хотели организовать. Он нам помог, там, дал свою площадку. Мы начали там с какого-то небольшого количества детей, там, 15-20 человек. И вот они там где-то между собой общаются, там, разговаривают, там, рассказывают, чем они занимаются. И вот происходит такой прирост, даже без какого-либо там медийности, так скажем. И вот, значит, потребность в этом медиспорте есть. Немаловажный фактор в том, что секция бесплатна. Ну, да. Вот, и как бы дети идут, и родители ведут, и ребенок развивается всесторонне. То есть плавание, бег и велосипед, три циклических вида. Это очень хорошо на все группы мышц, на сердечно-сосудистую систему. Это все положительно влияет, и ребенок развивается правильно. Ну, тогда возвращаемся к Акватлону. Мы уже сказали, что пройдет старт на ДВФУ. А почему ДВФУ? ДВФУ – это одно из мест в городе, где комфортно проводить подобного рода соревнования. То есть… Это набережная. Да, набережная. Во-первых, закрытая территория. Да, то есть там нету машин, там немного гуляет людей, и мы никому не мешаем. И нам, в принципе, как бы там, да, прохожие, так скажем, там не мешает. Бухта. Теплая вода, спокойная бухта. Хороший выход из воды, заход в воду хороший. То есть там песочек, очень все комфортно. Далее. Беговые маршруты по ДВФУ. Очень там гладкий бег можно сделать. Можно сделать бег и с пересеченной, по пересеченной местности. Можно и в лесочек забежать. Ну, то есть тоже, как бы, да, благоприятствует для бега. И, что немаловажно, это стартово-финишный городок, где можно организовать этот стадион. ДВФУ нам предоставляет его полностью в наше распоряжение на весь день. Туда мы ставим финиш, старт. Там мы делаем какие-то экспозоны, какое-то развлечение для детей, для болельщиков. То есть прийти посмотреть, в принципе, тоже интересно. Да, плюс доступ, да, доступ. Не надо там никакого пропуска тебе иметь. То есть ты зашел, погулял, посмотрел мероприятие, отдохнул с семьей. Ну, в общем. А сколько по времени вообще вот так вот длится это мероприятие? Ну, мероприятие, оно длится по времени где-то часа 4-5, потому что категорий много. У детей, это в первую очередь у взрослых, там тоже своя категория. И первыми у нас стартуют всегда взрослые, они отбегают, мы их награждаем. И они там либо остаются смотреть, как дети там выступают, либо там разъезжаются уже по своим делам, там что-то делать, выходной, да, где они тоже. Вот, и потом у нас уже стартуют дети. Вот, возрастные категории по детей у нас, если мы говорим про акватлон, именно вода и бег, то это 7 лет. То есть 7 лет, и дети с 7 до 17 лет принимают у нас участие. Категории делятся 7-8, 9-10, 11-12, 13-15, 13-17. Вот такие можно. Но есть еще у нас категория для самых маленьких. 5-6 лет детки, которые еще плавать не умеют, мы для них делаем дисциплину, называется «Дуат Лоша». Многие у нас дети занимаются беговелом в городе, и мы решили их как бы к нам соединить, к нам подтянуть. И мы им делаем 200 метров бега, потом они берут беговел, пробегают 400 метров по стадиону на беговеле, и потом еще 200 метров бега, и они уже потом финишируют. А теперь для непонятливых. Что такое беговел? Беговел. Беговел – это у нас, условно говоря, транспортное средство, велосипед без педалей, на который… А, просто ножками бежишь? Да, ребенок садится, он ножками бежит и передвигается. И у нас есть во Владивостоке, в Уссурийске несколько школ, где дети занимаются этим беговелом. То есть у них даже тоже проводятся соревнования. И вот мы в том году впервые на Акватлоне попробовали этот формат. То есть мы пригласили «Байк Ми», там есть у нас в Уссурийске «Байби Райтс», такая школа в Владивостоке «Байк Ми». Мы их пригласили, они пришли к нам на наши мероприятия, мы устроили для них вот такой вот старт. То есть не просто беговел, а плюс еще и бег. И очень понравилось, очень зашло. Мы всегда мероприятия закрываем этими вот детьми. Там эмоции, конечно, зашкаливают у родителей, у болельщиков. Ну, в общем, очень интересно. Ну, это классика. Это как мы, информационщики, называем это бантик. Такой бантик в конце мероприятия. А участники прошлых соревнований, победители прошлых соревнований участвуют в новых? Да, конечно. Вообще у нас же как, в конце года, или в начале предыдущего, так скажем, года, нами вывешивается календарь мероприятий. И участники, кто уже принимал участие, они, конечно, ждут этот календарь, они изучают его и начинают уже подстраиваться свое время, свои тренировочные процессы непосредственно к этим мероприятиям. И, конечно же, они, все, кто участвовал в том году, они в этом году участвуют 100%. Плюс еще у нас прирост, появляются новые лица, появляются новые люди, кто посмотрел в том году, подумал и тоже принял для себя решение, что они хотят участвовать в этих мероприятиях. А акватлонисты переходят к триатлонистам? А это и есть триатлонисты. То есть акватлон, триатлон. Да, чтобы было понятно, в триатлоне несколько видов дисциплин. Есть вот дисциплина триатлон, да, плавание, велосипед, бег. Следующая дисциплина у нас дуатлон есть. Это исключаем плавание, оставляем только бег и велосипед. И вот акватлон, это третья дисциплина, которая исключает велосипед, оставляем только бег и плавание. А какая дисциплина сложнее из них? как по сути? Или для каждого по-своему? Ну, вообще, они все сложно, они все специфические. Просто в триатлоне Т-3 делаешь вида, в дуатлоне, в акватлоне ты делаешь два вида. То есть здесь ты можешь, допустим, не плыть, но принимать участие в дуатлоне. Ты бежишь и делаешь велосипед. Или наоборот, ты там, велосипед, ну, как-то вот тебе не очень там заходит, ты делаешь там только бег и плавание. Ну, в большей массе это все те же люди, кто делает триатлон, они же выступают и в акватлоне, и в дуатлоне. Вот я бы лично поехала на велосипеде и поплыла. Да, ну, я не знаю, как назвать эту дисциплину. Аквабайк там или что-то там. Но в триатлоне нет такой дисциплины, к сожалению. Велосипед и бег. И точнее, и плавание. И плавание. Но, что хочу отметить. Развиваетесь вы достаточно активно. И, мне кажется, я просто наблюдаю по социальным сетям. То есть, это не какое-то там вот что-то, да. Я просто наблюдаю по социальным сетям, что мои знакомые, там, знакомые моих знакомых участвуют в каких-то подобных мероприятиях. Федерация молодая, ей всего год, да, по-моему, мы говорили. Люди действительно подтягиваются, вот, люди действительно интересуются вот таким вот симбиозом, я по-другому даже не могу сказать. Ну, вообще, триатлон, это же для нашего города, для нашего региона, в большинстве, в массе, это что-то новое. То есть, там, есть беговые какие-то мероприятия, да. А вот именно плавательные мероприятия, вот, у нас проводятся, там, русское веста, допустим, да, там, федерация плавания проводит. А вот именно триатлона, вот, в том виде, в котором мы сейчас его хотим предоставить и стараемся предоставить, его не было никогда. И когда люди начинают об этом где-то узнавать, услышали, конечно же, они интересуются. И в этом году мы пошли по пути лектории, да, по пути открытых тренировок и приглашать туда людей не из комьюнити триатлона, а именно вот пловцов и бегунов, чтобы их познакомить. То есть, они знают плавание, бег, давайте познакомимся с триатлоном. И после лектория, там, 17 мая мы проводили, 18 мая проводили лекторий, то есть, рассказывали, так скажем, теорию, да, и вчера мы провели открытую тренировку на велосипеде. И вот уже, там, из 25 человек, там, 10 человек подошли и спросили меня, а где нам купить такие вот... Мы выдали велосипеды в аренду, предоставили у тех, у кого не было. Они попробовали, им понравилось, они говорят, а где нам теперь сейчас взять велосипеды, мы вот решили, что мы будем участвовать у вас в мероприятиях. То есть, сразу же тут прирост. 10 человек только за одно мероприятие. И мы в дальнейшем планируем проводить такие подобные мероприятия. То есть, сегодня мы рассказали теорию про триатлон, покатались на велосипедах, завтра мы расскажем, условно, там, правила триатлона, да, пойдем в бассейн, с тренером поработаем в бассейне. И когда люди посмотрели, что велосипед – это несложно, и так же в бассейне, когда поработают там с тренером, да, с приглашенным, и поймут, что действительно плыть – это тоже несложно на самом деле, то вот здесь-то, наверное, все звезды, как говорится, сойдутся, и человек придет уже в триатлон не по урокам из Ютьюба или там какой-то информации из интернета, а уже непосредственно пообщается с теми людьми, кто в этом спорте не первый год. Не только как участник, как организатор, который хочет донести до простого человека, что триатлон – это модно, триатлон – это про здоровье, триатлон – это вообще про развитие самого себя. Но интересно, что вы не конкурируете там с Федерацией плавания, да, там с беговыми нашими клубами, а получается наоборот дружите и создаете единое какое-то комьюнити. Да, но здесь как бы не может быть никакой конкуренции по той простой причине, что мероприятия, они не пересекаются и не перекликаются никаким образом. То есть у нас на сегодняшний день нет такого прям изобилия, что ты там открываешь календарь в субботу и у тебя смотришь там 10 мероприятий по плаванию, 15 по бегу, еще и триатлон тут какой-то там, что тут еще 33 мероприятия и как бы происходит там оттяжка, да. Ну на самом деле такого нет у нас в городе, как бы все гармонично в этом плане. Какие дистанции предусмотрены при акватлоне? На акватлоне, значит, у взрослых одна дистанция, это 2,5 километра бег, километр плавания и 2,5 километра еще раз бег и все, и финиш. У детей, в зависимости от возраста, у них там дистанции, значит, такие у нас 7-8 лет, 25 метров плавания, 200 метров бега, 9-10 лет, 50 метров плавания, 400 метров бега, 11-12 лет, 75 плавания, 800 бега, и 13-15, там 13-17, получается 300 метров у них плавания и 2 километра бега. То есть у них по возрастанию идет от большего к меньшему такие дистанции. А акватлон, это для профессионалов или может, в принципе, любой человек поучаствовать? Ну, в принципе, может любой человек поучаствовать, тот, кто умеет плавать. Вот. Как я уже на предыдущем эфире, мы вот когда-то тоже разговаривали про халф-триатлон, да, там такой вопрос тоже как бы звучал, а кто же может принять участие? Ну, если вы можете плыть, то, соответственно, вы можете принять участие. Если вы плыть не можете, ну, как бы... Зачем пытаться? Ну, это же открытая вода, это, ну, как бы не бассейн даже, так скажем, хотя у нас все меры безопасности соблюдены, мы на это очень большое внимание уделяем, но тем не менее, надо хотя бы как-то уметь плыть, держаться на воде. Сколько спортсменов принимало участие в акватлоне в прошлом году? В прошлом году у нас принимало участие порядка 150 человек. А в этом? В этом году мы планируем принять где-то порядка 200, может быть, даже больше. Вот на сегодняшний день как бы уже зарегистрировано 100 человек. Еще месяц до мероприятия, я думаю, что еще, наверное, около 100 человек мы зарегистрируем на это мероприятие. Все поместитесь? Да, конечно. У нас там в ВВФУ там очень комфортно, очень просторно. Нет, то есть проблем никаких не возникнет. Проблем никаких не возникнет. А что получат участники соревнований? Ну, кроме, конечно, положительных эмоций и так далее. Ну, кроме положительных эмоций, конечно же, они получат медаль финишера у нас на каждом мероприятии. На нашем, который мы делаем, мы предоставляем всем участникам, кто забежал на финиш, медаль финишера. Вот. В стартовый пакет мы вкладываем какие-то скидки от партнеров, допустим, какие-то там магазины спортивного питания или спортивный магазин, которые продают спортивную кипровку, да, очень любят предоставлять нам там хорошие скидки. Вот. Также это может быть какой-то спортпит, то есть, ну, в зависимости от того, что мы там запланировали на это мероприятие. И также победители, да, и призеры, они получают, помимо денежных призов, они еще получают призы тоже от наших партнеров. То есть, как бы у нас, ну, мы стараемся не просто там дать медаль и грамоту, да, но чем-то еще порадовать. Особенно маленькое поколение наше, вот, там покупаем какие-то, ну, самые маленькие, в основном там игрушки какие-то покупаем, чтобы было там полезно, так скажем. Понятно, ребенку, конечно. Да, ну, и также у нас там есть партнеры, типа, как-то роботехника, такие вот, какие-то развивающие вещи, мы тоже их стараемся подтягивать, чтобы дети могли попробовать не только себя в триатлоне, а пойти что-то еще интересное, как-то свой досуг разнообразить. Чего ждете от этого мероприятия? Ну, вот, чего федерация ожидает? Ну, мы всегда, все наши мероприятия направлены на развитие, то есть мы ожидаем ежегодного, или даже не ежегодного, а может быть там, может это сильно амбициозно будет, ежемесячного прироста. И с детьми тут все понятно, как бы, детям всегда интересно что-то новое, а вот со взрослыми тут немножко сложнее, и нам, конечно же, хочется, чтобы здесь был прирост побольше, чем мы имеем на сегодняшний день. Ну, то есть популяризировать. Да, мы хотим, как будто, чтобы Владивосток, наш родной город, гремел на, как бы, не только на Дальний Восток, но и на Россию, именно тем, что здесь проводятся хорошие, классные мероприятия по триатлону, что здесь люди, которые организовывают, заинтересованы в этом, развивать этот вид спорта, и сделать триатлон, вообще, вот, мое желание сделать триатлон визитной карточкой города. Ну, это хорошее желание, конечно. Меня все-таки еще, кстати, вот заинтересовал вопрос безопасности. Ну, тут, как бы, с велосипедом, с бегом более-менее понятно, это территория ДОФУ, как бы, ничего страшного случится, вроде как, и не должно. А вот, что касается воды? Ну, на воде у нас предусмотрены, первое, это ведомство МЧС, которое перекрывает бухту, да, чтобы туда, акваторию перекрывает, своими катерами выставляет, вот, и также мы выставляем два катера, это катера сопровождения, безопасности, сопровождения, для экстренного какого-то случая, вот, но на этом мы не останавливаемся, еще мы привлекаем людей из сообщества, так скажем, САП, сообщества, да, любителей САПа, и мы где-то человек, там, 10-15 выставляем еще и на воду на САП, когда, да, когда начинают люди плыть, да, они в цепочку выстраиваются и, значит, их сопровождают, это на тот случай, что, допустим, кто-то там нужно поправить там шапочку, очки, и допускается, допустим, взяться, там, за САП, или за какой-то там, ну, что там, в зависимости, кто как организовывать, взяться за САП условно, там, поправить там очки, шапку и продолжить свой плавательный этап, ну, и как бы дети тут, хоть у них дистанции небольшие, они вроде как там держат те же 25 метров, это 12 с половиной там они отплыли от берега и вернулись, вот уже 25 метров получилось, но, тем не менее, как бы мы там стараемся, чтобы они прямо у нас были в супер безопасности. Ну, то есть все это организовано, как положено, все... Без этого, ну, просто не может состояться такое мероприятие. Ну, и тогда последний вопрос, где зарегистрироваться? Да, на сайте Orgeo, orgeo.ru, заходите на сайт, выбираете дисциплины триатлон-дуатлон, и там выпадает список мероприятий, которые на июнь месяц стоят в календаре, и вот одно из первых мероприятий, это будет наше, Владивосток, Акватлон 2023. Заходите, и там дальше все понятно, нажимаете кнопочку зарегистрироваться, вводите свои данные, там имя, фамилия, телефон, и подать заявку. Все. И вы уже участник этого мероприятия. Ну что ж, напомним, 24 июня, Акватлон, Владивосток, набережная ДВФУ. Вам желаю хорошей погоды, и, конечно, прироста новых участников. Спасибо большое. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о предстоящих соревнованиях по Акватлону на открытой воде, «Акватлон Владивосток-2023». В гостях у нас был Денис Иванюк, технический директор Федерации триатлона и полиатлона Приморского края. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова